Что происходит в организме при употреблении меда с куркумой? Как правильно соединить ингредиенты? В каких случаях особенно полезно употреблять? Смотрите видео до конца. Расскажем о полезных свойствах меда вместе с куркумой. Пожалуй, не найдется никакого другого столь универсального оздоровительного средства, как золотой мед. Это натуральное, природное, практически не имеющее противопоказаний сочетания меда и куркумы. Два очень полезных ингредиента дополняют друг друга, усиливая положительное воздействие на организм. Что происходит в организме при употреблении меда с куркумой? При употреблении целебной смеси в организм поступают биологически активные вещества, которые вступают в противостояние с патологическими агентами и приводят к их устранению. Мед с куркумой обладает такими эффективными свойствами – антиоксидантным, нейтрализация свободных радикалов и токсинов. Противовоспалительным – уменьшение концентрации факторов воспаления. Антибактериальным, противогрибковым, противовирусным, противопаразитарным – создает условия для гибели микроорганизмов и других паразитов. Противоопухолевым – разрушает опухолевые клетки, предотвращает патологические мутации в клеточном геноме. Гепатопротекторным – улучшает обмен веществ в клетках печени и способствует очищению печени. Использование смеси повышает активность иммунитета, способствует регенерации клеток, ускорению обмена веществ, приводит к омолаживанию организма. Перед тем, как продолжить видео, хотим пригласить вас подписаться на канал, тогда вы не пропустите наши новые полезные и интересные ролики. Как правильно соединить ингредиенты? Для приготовления понадобится сделать смесь в определенной пропорции – 100-120 г свежего без добавок меда, это примерно половина стакана. 10-20 г порошка куркумы, столовая ложка без горки. Продукты надо тщательно перемешать и хранить в холодильнике в закрытой банке. Принимать можно для профилактики и лечения. Смесь употребляют один раз в день, столовую ложку, либо утром натощак, либо на ночь. При лечении лучше не сразу проглатывать, а медленно рассасывать. В остром периоде болезни суточную дозу увеличивают и первый день принимают по половине чайной ложки каждый час, второй каждые два часа. Напишите в комментариях, приходилось вам лечиться золотым медом. В каких случаях особенно полезно употреблять? Для повышения общего тонуса организма, профилактики инфекционных болезней смесь можно применять постоянно. А в некоторых случаях золотой мед может быть особенно полезен. Для лечения респираторных заболеваний, особенно сопровождающихся сильными болями в горле и интенсивным кашлям. С целью поддержания организма в стрессовых ситуациях, после перенесенных травм и операций. Когда необходимо помочь работе сердца и сосудов, при слабости сердечной мышцы и колебаниях артериального давления. В случае нарушений пищеварения, появлений вздутия живота, неустойчивого стула, метеоризма. Если беспокоят боли в суставах и мышцах, тогда можно использовать смесь не только внутрь, но и наружно. Для укрепления нервной системы, поддержания высокой работоспособности головного мозга, при ухудшении памяти и повышенной раздражительности. Использование смеси поддерживает и оздоравливает весь организм, приводит к улучшению состояния кожи и волос, замедляет процессы старения, является профилактическим средством от многих болезней.